В эфире репортера новости в студии Инна Усова. Здравствуйте. Стрелок с киевского рынка застрелил себя в голову при попытке полиции его задержать. Напомню, вчера мужчина на мопеде четыре раза выстрелил в пенсионера. В городе был объявлен план перехват вечером на злоумышленника. Удалось выйти, его попытались задержать на поселке Котовского, но он предпочел самоубийство, арест. Пострадавший мужчина продолжает находиться в больнице. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 115, часть 2, пункт 7 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим был введен в действие оперативный план «Сирена». По тревоге был поднят весь личный состав Одесского гарнизона национальной полиции. В результате в вечернее время суток в одном из районов города Одесса злоумышленник был установлен. При попытке его задержания последний произвел выстрел себе в голову, от которого он скончался. В настоящее время проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению мотива совершения преступления, а также иных доказательств по данному уголовному производству. Подсудимого по делу 2 мая оштрафуют за неявку в суд. Владислав Ильницкий по телефону сообщил, что он находится в больнице, когда все участники процесса были уже в зале суда. Сегодня должно было пройти первое заседание в нынешнем году по беспорядкам в центре города 2 мая 2014 года. Напомню, Ильницкий один из тех подсудимых, который находится под домашним арестом. Подобным образом судебный процесс срывается регулярно, но первый раз будут приняты санкции. Через своих защитников в телефонном режиме он сообщил, что он находится на данный час на лікуванні та захворел, однако никаких подтверждающих документов про это не надав. В связи с чем, стороной обвинувачения, в связи с незатягиванием розгляда подальшого данного криминального проведения, было заявлено клопотание про накладание на Ильницкого обвинуваченного грошевого стягнення в размере одной минимальной заработной платы. Данное клопотание было разглянуто судом и задоволено, на Ильницкого было накладено грошевое стягнення в размере 0,5 минимальной заработной платы, а именно на сумму 1600 гривен. Также от своего клиента отказался адвокат Евгения Мефедова. Он объяснил это тем, что подсудимый не слушает его указаний. Мефедов уже выбрал нового адвоката. Им стал Валентин Рыбин. Заседание перенесли на 2 февраля. В Татарбунарском районе за последний месяц было зафиксировано 8 случаев заболевания гепатитом А. Все они были госпитализированы в районную татарбунарскую больницу. Жертвами гепатита А стали дети. Медучреждения утверждают, что все пациенты заразились вирусом в Белгороднестровском районе. В Татарбунарском очагов не выявили. Сейчас проводится профилактика местного населения. Это очаг не наш, это очаг с Белгороднестровского района целоудобная. То есть поехали туда в гости, заразились и приехали к нам. У нас очаг не выявлен. Это завозная гепатит. Проводится ежедневный медосмотр школьников, жителей, которые, сел, которые живут, жили эти дети. По домам медицинские работники каждый день осматывают, и школьники тоже осматываются. Пока что не выявлен ни один случай. Завтра будут проводиться именно профилактика в школах. Исполком городского совета поддержал изменения в программу модернизации лифтового хозяйства. В этом году планируется заменить и модернизировать большее количество лифтов, чем ожидалось ранее. Также чиновники мэрии приняли комплексные схемы благоустройства площади Бориса Деревянка и прилегающих улиц. Подробности в сюжете Константин Гречанова. В этом году в Одессе коммунальщики собираются заменить 300 лифтов и еще 74 модернизировать. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома городского совета. Соответствующие изменения чиновники предложили внести в городскую целевую программу. Далее проект решения вынесут на сессию горсовета. Муниципальное управление архитектурой градостроительства разработало комплексные схемы для размещения временных сооружений торговли на площади Бориса Деревянка и прилегающих к ней улицах. Вместо стихийного рынка на площади и ряда других торговых объектов установят типовые павильоны, как, к примеру, на рынке Улюси на шестой станции Большого фонтана. Данные схемы позволяют посмотреть, как размещены будут эти торговые объекты в будущем. Эти же схемы предусматривают демонтаж вышеперечисленных объектов, которые не имеют уже юридических оснований для размещения. И большой частью этой работы было благоустройство прилегающих территорий. Создание комфортной зоны перед этими объектами и в целом на улице, на которых расположены эти объекты. Также в ходе исполкома вице-мэр Петр Рябаконь прокомментировал строительство дороги в Аркадии в сторону жилого комплекса «Морская симфония». Работы вызывают большие опасения у жителей улицы Каманина и экологов. Особенно это касается подрезки склона. На мой взгляд, в первую очередь, присутствуют отклонения от проектных решений. Соответственно, сейчас будет составлен, ну, вероятность очень высокая, будет составлен протокол вынесенных штрафных санкций. Также мы вызовем технический надзор, который указан в декларации. Работы приостановлены. Мы посмотрим, какие отклонения там. Ну, то есть, этот вопрос взят под контроль во всех отношениях. Напомню, летом 2016 года из-за отклонения от плановых работ фирмой «Укррекламгрупп», которая тогда работала на объекте, в Аркадии произошел оползень, из-за чего пострадал ряд домов на улице Каманина. Мэрия судилась с «Укррекламгрупп». В результате конфликта фирма решила уйти с объекта. Со временем ее место заняла именно компания «Фортуна». Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Льготники из Южного в скором времени будут платить полную стоимость за проезд в Одессу и обратно. Перевозчик уже с января повысил стоимость проезда по области. А вот отменять бесплатный проезд собирается лишь по двум маршрутам – 67 и по 68. Повышение тарифов и отмена бесплатного проезда для льготников. Такое решение намерен принять перевозчик «Севертранс» уже с февраля на проезд из Южного в Одессу. Какие же причины повлияли на такое решение и что об этом думают водители и пассажиры? Как мне сказали, раньше было 23 гривны, сейчас вроде бы 26. Также говорят, с февраля собираются отменить вообще льготный переезд для льготников. Вы что-то об этом слышали? Вот я сейчас хожу и ищу кого-то, кто знает про это. Я тоже слышала, что вроде бы пенсионер 68-й, он имел право возить пенсионеров. Ну, бесплатно будем считать, потому что то, что платили мы в кассу, это, конечно, гроши. На объявлениях в транспорте написано, что денег из бюджета Южного на льготниках выделено не будет. Таким образом, все затраты лягут на плечи перевозчика. Компании не хватает денег на выплату зарплаты и техобслуживание. Не на камеру водители автобусов жалуются и на количество льготников, которое резко возросло после начала боевых действий на востоке страны. Видел от объявления от Севертранса, что, мол, не обращались к росту города, что нужно было как-то там это оплачивать, эти льготы, но это еще в прошлом году. Поэтому они это оплачивать уже не собираются, то есть собираются сходить себе от вобыток, ну, поэтому с этого года льгот уже не будет. Сейчас ничего неизвестно. Я не могу. Да, да. Будут автобусы, а потом неизвестно, что. А вообще в объявлениях листов? Вообще по разговорах, что дотацию не платят на автобусы, на льготники. Это получается все льготники, да? Даже пенсионеры не снимут? Нет, там неизвестно, или автобусы снимут, или его льготы снимут из каких-то категорий. А пока неизвестно, спасибо. Пока все работает. На этом у меня пока все. Оставайтесь с репортером. Увидимся совсем скоро уже в следующем выпуске.